А теперь об этом и многом другом более подробно. Общественное признание и пропаганда работы передовиков, формирование позитивного образа тех, на кого можно и нужно равняться, а также моральное поощрение за труд на благословенцев – всего этого можно добиться, размещая портреты достойных представителей самых разных отраслей и поселений муниципалитета на Доске Почета. Мы побывали на торжественном приеме, посвященном открытию обновленной Доски Почета. Каждый, кто проходит по главной улице районного центра, может увидеть красивую доску почета с портретами славянцев, которые своими успехами в труде сумели завоевать авторитет и заслужили благодарное внимание земляков. Она расположена рядом со зданием администрации Славянского района и неизменно привлекает внимание как горожан, так и гостей города. По доброй традиции, накануне праздника весны и труда здесь появляются новые лица. Это люди, кто добился высокого права быть в числе самых лучших, и все они были приглашены на торжественный прием в администрацию Славянского района. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил большое значение размещения портретов славянцев на Доске Почета, поблагодарил приглашенных за самоотверженный труд и пожелал им всего наилучшего. Это очень торжественно, это очень приятно, это очень значимо для вас, для ваших поселений, где вы трудитесь, где вас знают люди, для ваших семей, для ваших родных и близких. Вот такое произошло у вас в жизни событие. Я хочу сказать, что это не случайно, потому что это достигается только кропотливым трудом, целеустремленностью, любовью, наверное, к своей малой родине. Вы здесь, вот я смотрю, люди различных профессий, но всех вас одно объединяет, это неравнодушие и трудолюбие. Нам есть кем и чем гордиться. Муниципалитет в последние годы уверенно развивается, улучшая комфортность проживания славянцев. Мы стараемся все делать вместе с вами, для того, чтобы жизнь наша была стабильной, чтобы наши дети жили в этой жизни уверенно. Строительство идет практически по всему району, по всему краю. Поэтому у нас есть великое будущее. Давайте будем стремиться. Я желаю вам всех крепкого здоровья, счастья, успехов. На доске почета много прекрасных людей. Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Сысович Сердюк в 17 лет ушел на фронт. День Победы встретил в Берлине. По состоянию здоровья он не был на приеме, но его поздравили дома. Прозвучал рассказ о каждом из собравшихся. Здесь были врачи и учителя, труженики сельского хозяйства, промышленности, культуры, предприниматели, активные общественники. Словом, достойно представлены все сферы. Хорошо, что администрация эту традицию, она сейчас СССРовская, она не бросает ее. Наверное, в многих районах забросили, да? А в наш район держится. Ну, благодарен за награду. В адрес участников приема прозвучало много самых добрых слов и пожеланий. Славянские артисты порадовали собравшихся своими яркими номерами. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Всем участникам торжественного приема были вручены благодарственные письма и памятные подарки за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие района. Очень приятно, что в числе отмеченных был и представитель Славянской муниципальной телерадиокомпании, ее главный редактор Анна Монастыренко, которая вот уже 17 лет своей жизни освещает будние праздники наших земляков. Каждый из этих замечательных людей заслужил право быть в числе лучших, добившись профессиональных высот в своем деле. Переполняет душу радостные чувства. Я горжусь всеми замечательными земляками, которых узнала сегодня подробности, прозвучали их истории, их достижения. Я знала всегда, что в Славянском районе очень много тружеников, героических людей, что их много, их действительно нужно чествовать. Но о такой замечательной традиции узнала все подробности сегодня впервые. Спасибо большое. Спасибо. Стараемся, надеемся, и дальше будем идти в том же темпе, ни шагу назад, только вперед. Любите свою работу? Конечно. Не получалось бы, наверное. Поэтому такие достижения. Будем стараться дальше. Положительные эмоции переполняли души людей, чей труд был по достоинству отмечен и поощрен. Трудно переоценить вклад медицинских работников в борьбу с пандемией коронавируса. Я благодарю администрацию района за то, что они оценили труд медиков. И то, что на доске почета будет фамилия именно моя, это заслуга всего коллектива, опять и ЦРБ, и Петровской участковой больницы. Поэтому я благодарю моих коллег за то, что мы были в 2020 году, и в 2021 остаемся в строю и ведем борьбу с пандемией. Благодаря таким людям наша жизнь становится лучше. Славянцы и гости муниципалитета смогут увидеть фотографии и имена самых достойных на районной доске почета. Хорошо, что эта добрая традиция по-прежнему живет и работает на общее благо. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».